Всем привет, с вами Натбар и вы смотрите 15-ю серию игры No Man's Sky. В этой серии продолжим летать по квестам и смотрите, у нас началась на самом деле вторая неделя вот этого вот квеста, но пока что я по нему не хочу летать, я хочу оставить для себя это немножко на потом, потому что... Я не могу с этого квеста, меня пошел раз так бомбануло, что я хочу к этому немножечко попозже вернуться к вопросу, но причем, знаете, оказывается, ни у одного меня были проблемы с этим квестом, вот, пожалуйста, хотя бы как минимум два человека у меня в комментариях отписалось ровно с этой же проблемой. Причем серия-то собрала на самом деле не так много просмотров, поэтому я думаю, что людей, которые столкнулись с этим же намного больше, поэтому пока что, пока что я этот квест проходить не буду. Потому что я не выдерживаю! Ой, со мной же пытается связаться собеседник, конечно, по этому квесту, ладно, давайте, что он скажет нам. Вселенная сильно изменилась, эволюция сделала тысячу оборотов, даже сами металлы и минералы миров оказались обновлены, стали отзвуков жизни удивительных и замечательных созданий. Изменилось ли их мышление? Предложат ли они дружбу в обмен на угощение? Этим прекрасным исследованием мы и займемся. Ладно, согласен, нельзя отказаться. Друг, я пересылаю тебе координаты портала, чтобы сократить путь на световые годы. Наше исследование начнется с этих врат. Короче, еще то же самое, но, опять же, пока что мы отложим этот вопрос. Немножечко на потом, я хочу вернуться на базу, поработать немножко с ней. Стоять? Кстати, кстати, кстати. Пока я пролетая мимо своего корабля, вспомнил одну такую интересную деталь. Давайте пока я к нему направлюсь потихоньку. Так, все, расчистил путь весь. Смотреть в чем прикол. Ну ты можешь лететь, не тормозя. У меня в инвентаре каким-то образом оказалось устройство контроля разума и взрывающиеся дроны. И то, и другое, это идет улучшение для фрегата, которое действует во время экспедиции, одноразовое такое. Откуда оно у меня взялось? Может быть, дали за какой-то квест? Может, еще за что-то? Может быть, самые внимательные из вас даже заметили, за что мне его дали, потому что я не помню. Короче, как-то оно у меня взялось, я бы хотел затестить, что это такое. Ну и к тому же, мне уже давно вернулся мой флот с экспедиции, мой шикарнейший флот из пяти кораблей. И да, опять же, их можно намного больше, чтобы запускать сразу много экспедиций. Но видите, я и одну не успеваю это запускать, я не так часто в эту игру играю. Потому что горит, горит. Вот эта проблема с локализацией... Вспомните серию с дронами. На серии с базой, с подводной я, конечно, вырезал тот момент, все мы вырезали, потому что это просто плакать хотелось. Это не хочется показывать, потому что большая часть трудов просто на смарку там. И вот этот еще прикол слыкает. Ну, короче, невозможно, просто слишком много багов, это невозможно. Ну давайте, хоть с экспедиции, вроде бы оно нормально работает. Да, пост командира активирован. Выслушать доклад. Ой, начинается вот это вот. Давайте переложим себе обратно шестигранное ядро. Куб, а давайте тоже в инвентарь. Он, в общем-то, гек, нип. Да, вот это все можно пораздавать там кому-нибудь и улучшить отношения. Это вообще можно выкинуть. Это не надо хлорид. Ну вот это все... Амяк тоже давайте выкинем, черт с ним. Индий, по-моему, я Индий собирал в прошлой серии. А где он? Вот он, Индий. Хорошо, давайте перекинем из грузового корабля в инвентарь повышенной вместительности. Вот так. Так, и теперь у нас есть немножечко свободных слотов, да. Да-да-да-да-да. Это можно будет продать, кстати. Это вообще ни для чего не используется. Давайте в экзокостюм переложим и то, и другое. А все остальное уже, я думаю, пригодится. Пригодится так или иначе. Давайте выслушивать доклад. Да, выслушать доклад. Что ты нам скажешь. Пройдено 4300 световых лет. Это много. 7 вайкинских кинжалов, 7 корвакских скафандров, грязная бронза, юниты. Сколько юн... Сколько? Сколько? Сколько юнитов? 3 миллиона? Вот так просто? 4 миллиона практически. Вау. Вау. На самом деле это очень приятно. Знаете, на какую экспедицию я посылал? Это была торговая экспедиция. Так что, если кого интересует, как вот подняться. А вот, кстати, высокоэффективные... А я не знаю, для чего это. Наверное, используется как промежуточный элемент в крафте для чего-то, но мне он пока не нужен. Куча корвакских скафандров, вайкинский кинжал, 7 штук. Это очень много. Их тоже можно, во-первых, продать, но я не буду этого делать. Я лучше их сейчас с собой заберу и повезу куда-нибудь обменивать, продавать. Ну, вернее, не продавать, а повышать свои отношения с вайкинами и корваксами. Хотя с корваксами у меня, по-моему, и так там уже все чудесно, да? Давайте посмотрим. Важные этапы корваксы. Я у них и так странник атласа, поэтому это можно просто выкинуть или продать. А вот 7 вайкинских кинжалов мне неплохо. Хуже всего у меня с геками отношения. Мне бы что-нибудь гекское. Огонь, знаете, слушайте, это торговая экспедиция, это прям ничего себе. Ничего себе. Давайте еще одну пошлем. Почему нет? Мне понравилось. Деньжат. Хотя, вот, знаете, может быть... Давайте, ладно, ладно, посылаем этот. У меня нормально так уже корабли прокачаны. Причем, давайте испытаем улучшение. Смотрите, что делает это устройство. У меня всего два бывает. Устройство контроля разума, действующее в течение одной экспедиции, ну это понятно. Подключается к корабельным системам торговли и связи, позволяя командиру флота получать преимущество в любых... Э, вот это то, что нам нужно. Это же оно. Сейчас у нас, смотрите, 56 по торговле, да? Ну-ка. 66. 76. 80... 86 торговли сразу. Я все это использую, потому что, типа, черт с ним. Я где-нибудь это... Я не знаю, где я это достал. Я не помню. Но раз такое дело, раз я могу вот здесь поднять им на эту торговую экспедицию, давайте, давайте использовать. Почему нет? Я, знаете, передумал немного, я лучше сейчас поставлю две штуки, а один пусть будет военный у нас. Так, и вот эти вот взрывающиеся дроны. Сейчас у нас 66 по вооружению, а теперь 76. Отлично, отлично, уравновесили. Хотя, как убрать? Вы знаете, плохо, что нельзя эти модули убирать. Я думаю, нам хватит. Короче, давайте лучше по максимуму улучшим вот эти вот штуковины. Да, 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 все, посылаем. 14 часов будет экспедиция эта. А че так долго-то? Раньше, по-моему, по несколько. Ну, ладно, в любом случае, отправляем экспедицию, пусть общаются. Это типа странно немного. А если я сейчас так поговорю с ним? Уйти, ладно. Все, я понял, я понял. Ядерный ускоритель. Ну, много мне прям дали этих ядерных ускорителей? Где они там? Три ядерных ускорителя, взрывающиеся дроны. А че они? Оно перекладывается в большой корабль, да? Хорошо. Кстати, золото в грузовой корабль. Вот так все. Почему так? Потому что там у меня в грузовом корабле оно хранится. Именно из золота, серебра и трите я могу улучшать себе кораблики. Ну, вернее, вот этот большой корабль, строить в нем дополнительные комнаты, возможно. Если мне сейчас не надоест с вот этим квестом, если опять никаких багов не будет, то мы это сделаем в какой-нибудь из следующих серий. Но, честно говоря, у меня так подгорает от этой игры, что просто вообще не хочется ничего с ней делать. Полетели, продадим. Хотя, подождите, давайте на базу, там же у меня тоже торговый пост есть. Прямо рядом. Ну, мне нужно вот сюда на торговый пост высадиться, продать всякие корвакские штуковины, потому что они мне абсолютно бестолку. И так у них там мессия, атлас, там посланник атласа, шмоласа, вот это вот все. И это уже, это уже топчик. Это уже топчик, так что оно мне не надо, мы это просто продадим. Затестим, конечно, может быть еще что-то можно каким-то образом использовать. Попробовать испугать. Ну, нет, это, это, это так это не работает. Давайте с вот этими. Кому-нибудь точно можно всучить эти скафандры. Да, вот, сделать подарок. Что произошло? Корвакс относится к вам лучше. А... Не, ну это, конечно, прекрасно, но... Типа я же и так на максимум с вами прокачан. Че происходит? Эм, важные этапы, корваксы. Ну, ну, ну все, куда еще все? Ладно, продаем, потому что это просто я зря ему дарю эти штуки. Продавайте. Нейротрубка продаем. Дальше, что-то еще тут было ненужное совершенно. Экранированный дуговой вот этот не нужно, корваксовский скафандр не нужно, вот это вот не нужно. Гек-нип, ну не знаю, вайкинский. Кинжал оставим, оставим, это нужно. Каприт оставим, мало ли что-то из него нужно будет делать. Морозный кристалл, кинжал. Я хочу проверить, убедиться, что нет никакого хлама у меня. А вот куб тоже нам нужно продать, это не нужно. Мозг шагающего... Это я оставлю, мне из него нужно крафтить этот модуль военный. Военный модуль, это нужно. Индия ставлю, уран оставим. Че у нас там в корабле есть? Защитный маяк мне откуда-то выпал тоже. Совершенно не знаю, откуда это все у меня берется, но вот оно есть и есть. Сейчас летим на базу, смотрим, что там у меня. Давненько я там не был. Ну как в прошлой серии был, но так мельком, мельком совсем. А хочется вернуться домой, посмотреть, что же там, поздороваться со всеми. Нормально же я приземлился, да? Да, нормально. Я хочу поскорее площадку открыть. Площадка открывается именно через общение с вот этим компьютером. Он регулярно нам выдает что-то из архива. По-моему, мне писали при 90%, сейчас 27%. Но это где-то еще пять раз с ним поговорить или шесть, и будет нормально. Все, воспроизводит, что-то дает. Да, да, изучить строительную базу данных. Что ты мне дал? Вот что ты мне дал? Уйти. Модуль системы жизнеобеспечения. Серьезно? Установите на свой звездолет приемник телепорта. Ага, вот я сделал уже. Короче, я немного ушел вперед, надо было на самом деле заранее заняться этим вопросом, но... Ладно, ладно уже. Да, с тобой я поговорю. Че там у меня вообще по квестам? Научное исследование. Доставьте ядро, понял, сельскохозяйственное. Вырастите гамма-траву. Скопление грибов собираем. 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 Мне написали в комментариях, то ли это топливо само восстанавливается, то ли что-то в таком духе. Ну, может да, может нет. Не знаю. Я хотел... По-моему, у меня игра зависла сейчас. Короче, я перезагрузился, прошел все заново, снова пособирал, и обратите внимание, что теперь здесь почему-то топливо теперь есть. Ну, наверное, из-за этого оно и зависло, что-то там не то, короче, оно подумало, не то пошло, и так далее. Но я на чем закончил-то? Я хотел вот здесь заменить вот этот вот отсек на отсек гидропонный, поэтому мне нужно эту комнату полностью перестроить, я хочу, чтобы она выглядела немного по-другому. И я уже за кадром... Ну, получилось так, что за кадром, я не заметил, что запись топнулась, накопал немножечко кобальта. Его мне нужно переработать, потом будет выонизированный кобальт. Это все делается для того, чтобы я мог улучшить... Короче, кобальт и стекло нужно для того, чтобы прокачать вот эту вот комнатку, поэтому... Давайте сейчас я спущусь, буду потихонечку все это делать. Оно у меня сейчас... Кобальт сейчас в корабле лежит, да? Давайте переложим в этот... Полон, да? Такие, давайте сюда. Подождите. Подождите. 250. 276. Не понял. Не понял. Так, подождите. Типа, Рафини перекинем, ну, например, звездолет. Кобальт. Обратите внимание, я перекинул. Здесь стало ноль, а здесь все равно 276. Звездолет. Двести пятьдесят. Двести семь... Что? Кто-то писал, что пофиксили там дюпы в этой игре. Что за прикол, блин? Это полная лажа. Это вообще... Это... Типа, серьезно? Да ну? Я не знаю, стоит ли вам это показывать, потому что это... Может сделать игру немного неинтересной. Но это, типа, вообще какая-то дичь. Полная. Обожаю эту игру. Господи, как же можно было так это сделать по... Пофиксили, блин, дюпы, серьезно? Это вообще как бы изи, тут даже не нужно никаких схем молотить. Это случайно получилось. Блин, это... Это бредятина полная. Ой, ладно. Че мне нужно было это... Переделать этот кобальт на ионизированный кобальт? Где тут еще 250 штук? Ага, так ты не работаешь. Хорошо, ладно, давайте... Давайте заберем его обратно. Я уже боюсь тут что-то располагать. Как его забрать-то отсюда? Ага, как за костюм. Блин, это прикол какой-то. Ну как же так? Ну как можно было так допустить? Вот так... Это работало раньше? Напишите в комментариях. Так всегда было? Я только сейчас это заметил. Или это вот они недавно запилили такой хак? Блин, че за прикол? Че у меня там еще? Давайте потестим. Можно ли это везде на всем делать? Чего у меня там еще много? Вот. На магничный феррит, пожалуйста. Хороший материал, дорогой. Окей. Переместить его... 338 сейчас у меня. Больше нигде ничего нет. У меня 100% по нему. Экзокостюм. Остается 338. 338 без звездолета. Обратно кладем. 250. Звездолет. 338. Серьез ли? Типа, вот так. Разработчики, вам нужно очень серьезно подумать над тем, что вы делаете с этой игрой, потому что это... Это не прикольно совершенно. Это прям вообще неинтересно. Еще разочек. Намагничный феррит. Кладем в экзокостюм. Мы не можем переложить весь стак, потому что у нас там места недостаточно. Да. И кладем в повышенный вместитель. Пожалуйста. Мне интересно, а вот если я на грузовой корабль тысячу положу? Вот у меня, например, пугния тысячи есть. Я, конечно, сейчас не могу с этим играться, но вот если бы я был на грузовой... У меня бы тысяча плодилось тогда после этого или чего? Ну, я не знаю, что сказать. Это... Это очень грустно, на самом деле, что можно вот так это делать. Как-то убивает, что ли. Ну, не знаю, удовольствие от игры какое-то. Но я не могу сказать, что я откажусь это делать. Конечно же, раз... Раз такая... Зачем мне пугнию уберить ее? Но... Это типа странно. Да, я думаю, мне хватит такого количества и... А может и не хватит. Повышенной вместительности. И мне нужен еще просто очищенный феррит. Для этого я кладу сюда намагниченный. Намагниченный, да? Вот так. И получаю из него много чистого. Да, пошло. Пошло дело. Но... Ну, грустненько, грустненько, конечно. Ничего не скажешь. Сейчас буду разбирать эту комнату потихоньку. Для этого мне нужно очистить чуточку инвентарь. Навигационные данные вообще в утиле. Они как-то не сильно нужны. Ну, все. Ладно. Приступаем к разборке. Конечно... Премию. Премию этим ребятам просто за количество багов в этой игре. Это невероятно. Спустя два года. Спустя два года. Сделать такое большое количество. Это... Это фиаско просто. Причем эти-то ладно. Дюб там, короче, это... Ну, не знаю. Строение. Малые комнаты. Кубическая комната. Как-то она не так, по-моему, выглядит у меня. Че я поставить-то ее не могу? Оно сюда сто процентов ставится. Я уже делал так неоднократно. Малая кубическая комната. Вот видите, она убирается там. И потом проблем нет. Ну, давайте так для начала. Че за бред? Это так поставилось, да? Ну, ладно. Ладно. В любом случае, этот вариант меня тоже более чем устраивает. Вот такой вот. Дальше мы немножко будем эту комнату улучшать. Так, где там мой очищенный феррит? В большом 250 штучек. Ну, ладно. Давайте повышенные вместительности. И пусть дальше перерабатывается. Кстати, че я перерабатываю? То есть, если у меня есть еще очищенный феррит... Чистый феррит... Чистый феррит. То я могу его просто тоже разуплотнять. Ладно, я не буду этим сильно злоупотреблять. Это совершенно неинтересно. С другой стороны, я как лошара. Сейчас просто буду зря только время терять, если я буду по-честному это делать. Я не знаю, как выкрутиться из такой дилеммы, честно вам скажу. Но поскольку строить мне нужно продолжать, то я, конечно же, не знаю. Че-нибудь, короче, буду думать. Тут я хочу видеть, наверное, стеклянную комнату уже. Малые комнаты. Причем? Причем? Я хочу навесик там небольшой сделать, поэтому здесь у меня еще будет идти просто обычная стеклянная комната. Такая, такая. Я сейчас посмотрю, как это выглядит. Если мне не понравится, я, конечно же, поменяю. Как тут повернуть? R. Так, так. Не сильно убого выглядит, если я сделаю здесь перед дверкой такой вот навесик интересный. Я думаю, надо продолжить. В крайнем случае, уберу. Ничего страшного не случится. Ничего, правда, не видно. Абсолютно. У меня каких-то компонентов уже не хватало, кстати. И каких, я так и не понял. Но, ладно, сейчас будем смотреть. Малые комнаты. Стеклянные. Да не, все хватает. Странно, о чем мне писалось, что компонентов недостаточно. Может, для угла... А, вот, для угловой нужен чистый феррит. Странная штука. Для квадратной и не нужен, а для угловой нужен. Ну, у меня есть чистый феррит немного. Уже. Заканчивается дождь, потому что с дождем сложно строить, конечно, что-либо. Мне вот этот вот уголочек тут не нравится. Че они так сделали тоже? Как-то странно немного. В общем, сейчас мы будем смотреть. Возможно, я все-таки перестрою немного. Вот такая вот идея. То есть, чтобы я мог... Как будто бы у меня вход под таким навесом идет. Ну, и добавить две подпорки по бокам. Ну, не знаю. Вот этот горб, если б не вот этот вот горб здесь, то было бы неплохо. А так, поскольку здесь горб... Типа ты такой забегаешь. Наверное, это лишнее. Это лишнее, я считаю. Здесь я хочу видеть уже стеклянную комнату. И, наверное, мы с вот этой стороны сделаем то, что я хотел с той. То есть, мы банально расширим. Так, строение. Малые комнаты. Вот такой вот стеклянный будет формат у меня. А здесь тоже стекло. А здесь уже будем дальше закруглять. Ага, все. Закруглил. Закончился чистый феррит, но... Это же не проблема, правильно? Знаете, так неплохо. Мне вот так вот нравится. Если б не вот эти вот еще треугольнички, было бы вообще чудесно. Давайте еще закинем на магничный. У меня же его там много, да? Вроде бы было. Но... Нет, не много. 88. А может быть здесь осталось? Да, на магничного у меня много было. Ферритный чистый. Давайте переделаем еще немножечко на магничного феррита. Очень удобно, кстати, так хранить. Так. Начать. Сейчас заберем. И мне буквально еще одного блока не хватает для того, чтобы поставить финальную стойку здесь. То есть, тут у меня будет так. Такая комната 3х4 получится. Может быть, я ее даже расширю до 4х4. Вот здесь еще кусочек. Но это я подумаю. И, кстати, вообще можно тут много настроить. Не обязательно даже... Не обязательно... Ой-ой-ой-ой-ой. Закончилось топливо. Не обязательно даже 3х4. Ее можно здорово расширить и влево, и вот сюда еще ближе ко мне. Да, вот так вот типа раз, два. Типа 4х5 даже сделать. Но мы будем смотреть, как оно пойдет. Пока что, я думаю, мне и такое будет много. Я строю именно из таких блоков, потому что, чтобы иметь возможность расширить, в крайнем случае. Мне, конечно, еще потом придется строить эти гидропонные блоки, но они вроде бы как там из чего-то другого строятся. Так, финалочка, финалочка. Немного строительная серия получится. Но мы обязательно посмотрим, чего от меня хотят еще эти чуваки в космосе. Все, комнату я закончил. Давайте посмотрим, как она выглядит внутри. Ну, интересно выглядит, интересно. Это че такое? Хе, интересно. Знаете, мне нравится. Мне нравится достаточно неплохо. То, что она не квадратная, как все остальные. Есть окошки. Я специально здесь оставил такой вот навесик по центру. Может быть, я, кстати, вот эти две комнаты заменю тоже на такие вот с навесами сверху. Но я еще подумаю над этим. Мне единственное не нравится то, что здесь не окно, а какая-то дрянь. Давайте посмотрим, можно ли сюда хоть что-нибудь поставить. Недостаточно компонентов. Да, недостаточно. У меня стекло кончилось. Да, есть, отлично. Можно немножко стекла сделать. Три штучки, а мне больше и не нужно, скорее всего. Так, строение. Стекла, окна, окна, стекла. Ну, блин, смотрите, получается, что уголок вот этот будет торчать. Ну, как это так? Ну, как так получается-то, а? Ну, что это такое? Это, это мерзость. Это реально мерзость. То есть, хоть бери и заменяй вот эту вот комнатку на обычную квадратную, чтобы хотя бы оно поадекватнее смотрелось. Я не знаю, так как-то тупо получается с этим уголком. Ну, ладно, я не буду отвлекаться особо на эту вещь. Я буду делать то, что я и хотел. Мне нужно тут поставить сельскохозяйственные такие прибамбасы. Фермерство. Большой гидропон. О, мне даже на него хватает, смотрите, да? На все. Только вот идея в том, что его нужно оббегать со всех сторон, получается. И если его поставлю впритык к стенке, я тогда не смогу добраться до крайнего блока. Давайте оставим небольшой пропуск. Вот такой вот. Вот, вот здесь впритык к стенке, а там пусть вдоль левой стенки проход будет. Вот так. То есть, смотрите, у меня теперь есть доступ ко всем абсолютно, и таким образом немножко местечко я сэкономил. Да, что мне нужно посадить там, а? По-моему, этот ядерный какой-то растение. Ну что, на все? Ставим. И давайте еще морозный поставим. Вот это вот, да, морозный к... Ай, что ты будешь делать? 18 из 50. У меня там не вырос, случайно, моментально еще один. Ну, конечно же, нет, конечно же, не вырос. А где он вообще тут растет у меня? Вот это он. Ладно, подождем, пока вырастет, и будем дальше рассаживать морозные кристаллы, потому что штука реально топовая. Топовая. Но хорошо. Давайте, наконец, я уже смотрю, что серия так затянулась, немножечко я достроил базу. Надеюсь, вам было интересно посмотреть. А в следующей серии, может быть, мы как-нибудь будем развивать эту тему с постройкой. А что в следующей серии? Сейчас я буквально одну декоративную штуковину тут поставлю, вот она прям напрашивается. Что-нибудь тут напрашивается. Не знаю, ровно-неровно, надеюсь, что плюс-минус ровно его поставил. Жалко, он по сетке не равняется, но вроде бы как и неплохо. Столик есть, это есть, но, наверное, столик потом убирать придется. Полетели в космос, будем общаться с ребятами по поводу нового квеста. А, вернее, полетим в портал и посмотрим, что от нас хотят на этот раз. На этот раз. Давайте я включу этот квест. Исследование. Посетите отмеченную планету. Обнаружен портал, да. Да-да-да, это все как и в прошлый раз. И я предположу, вот чисто моя догадка, то, что, скорее всего, мне то же самое будет и в этот раз. Вот это портал. Он же на этой планете. Да, отлично, он на этой планете. Немного вылетим за пределы верхней слои атмосферы. Кто-то поправлял меня прямо в прошлой серии. Это кошмар. Да, слои атмосферы, абсолютно правильно. Полетели к порталу. Приземление. Есть. Смотрим, что они нам дадут. Да, ввести знаки пола. Но я вот прям уверен, что то же самое будет. Что-то мне подсказывает. Сохранение прошло. Погнали. Ух ты. Какие-то глисты летают. Ну, хорошо. Планета, по крайней мере, другая. Накормите живых существ. А-а-а. Ну, это будет немного проблематично на этой планете. Но. Но я попробую. А что они едят-то, интересно? У меня есть вообще тот ресурс, который они жрут, эти глисты? Такая тень еще под ним остается интересная, скелетная. А, вот, прям надо мной есть. Ух, надеюсь, я не расшибусь сейчас. Как они высоко летают? Я могу и не взлететь так высоко. Во, вот эти вот ребята пониже вроде немного. 0 из 25. Но я хочу обратить внимание на то, что теперь уже 0 из 25 есть, пометка. Блин. Давай ко мне лети. Во-во-во-во-во-во. Даже двое сразу. Друг, чё ты ешь? В общем, нельзя их кормить. И даже пометка не появилась, чтобы нажать Е. Значит, нужно искать других животных. Это очевидно. Но зато вы теперь знаете, что... Вот эти штуки, они не кормятся совершенно. Птички. Ну, конечно, а зачем разработчикам-то делать так, что птички? Да и вообще это туповато кормить вот прям так. Оп-оп-оп-оп-оп. Есть, есть, отлично. Ха, какие прикольные. Кобальт. Нифига вы жрете. Кобальт. Ну, в пещерах есть кобальт всегда. Я думаю, больше ста, а нет смысла копать. Вряд ли они жрут больше десяти штук. Мне еще интересно, оно засчитывает только уникальных животных? Или вообще, то есть можно одного несколько раз кормить, например. Пока он не лопнет. Надо будет проверить. Сейчас я для вас это все проверю, потому что... Видите, как получилось? Если б я прошлую серию записал раньше, то, по крайней мере, у нескольких человек получилось бы тоже закончить квест, который там прошлый вот этот был. Так что я постараюсь. Возможно, этот я заканчивать не буду, потому что серия и так уже затянута, но хотя бы идею, идею я думаю смогу показать. Так. Сколько там у меня кобальта сейчас? 245. Ну, еще немножечко и все, и идем. Кстати, есть еще один баг. Смотрите, если... Я сейчас как можно больше использую этого реактивного ранца, да, наполовину. Помните, как долго он восстанавливался? А в воде он восстанавливается моментально. Тоже такой вот хак небольшой, может быть, кому-то пригодится. И вы знаете, я только что накопал кобальта, и сейчас, как назло, кормить будет некого. Какой он прикольный, а? А, все, получай. Один из 25 до АЕС засчитала. Сейчас мы этого же попробуем и второй раз покормить. Когда он немного проголодает, сейчас я пока не могу это делать. Ну, как обычно, ночь наступает еще, но вот этого мне и не хватало. О, их тут еще несколько поблизости есть. Стоять. Блин, прикольные такие мишки. Ну, а этот прям с рогом каким-то. Так, ну вот это сейчас проголодается, будем пробовать. Сейчас у меня 3 из 25. Он что-то высрал. А что ты высрал? Каприт, ну как обычно. Угу. Ну, этот квест, я вам скажу, немного поинтереснее, чем предыдущий. Тут тебе не нужно тупо копать. Тут хотя бы кормить это. Это всегда немного интересней. Давайте просканируем их. А то что-то я закармливаю. А просканировать не просканировал. А я, кажется, потерял одного. Ну. Засчитала? Да, засчитала. Отлично, их можно по кругу кормить. Вот так. Все, отлично, уже 6. А, и было бы побольше, я бы хотел стада видеть этих чуваков, что это. А, да. Но, к сожалению, стада нет. Благо, они возле меня тусуются постоянно, да, и далеко не убегают. Я думаю, нет смысла отсюда дергать особо никуда. И знаете, что я думаю, на самом деле, буду на вот этом вот заканчивать, потому что, да, а толк тут что-то еще продолжать? Друзья, срочное включение. Оказывается, оказывается, что здесь нужно подбирать за ними какашки. Потому что это не кристалл каприта, это что-то вот другое. Видите, оно дает какой-то специальный ресурс. И я считаю, что об этом нужно было сказать. Вот так, вроде бы, пособирал нормально так за ними. Вот случайно, знаете, подобрал. Вот я думал, ну, зачем кому этот каприт нужен? Но вот такая вот небольшая информация, надеюсь, вам она поможет в прохождении этого квеста. Хотя это никак не влияет, по-моему. Давайте посмотрим, что это. Это вот просто... Ну, проблемы с переводом. Ну, вот, ну, не могли. По-другому, по-другому не могло в этой серии быть. По-другому не могло. Если бы не было никаких в этой серии проблем и приколов с переводом, это было бы не No Man's Sky. Чуваки, вам нужно что-то придумать с вашей командой переводчиков. Потому что, ну, ну что же это такое? Следить как-то перепроверять, что ли? Ну, не знаю. Что там по квесту, кстати? Давайте, ладно. Ладно, раз уж я включил, попробуем уже до конца добить эту штуку. Простите, что вот такое вот, да, типа окончание и... И не окончание, вроде как. Ну, да, собираю уже, ладно. Тут действительно немного осталось. По-моему, у них уже животы скрутило. Смотрите, они просто не могут уже... А нет, могут, могут. Прикиньте, я вот этих троих уже раскормил. Практически до максимума мне вот осталась буквально еще одна партия, да, по-моему? Ну, практически, да, 21 из 25. Там, плюс-минус. Я, кстати, заметил, что, по-моему, если за ними... Подбирать, то они быстрее голодают. Может быть, мне показалось. Скорее всего, мне показалось просто. Так что не обращайте внимания на это утверждение странное. Вот это какой-то такой прям черный, или, может, из-за освещения уже такого. Так, чувствую, сейчас где-то они должны еще раз проголодаться. Ага, да. Я уже приблизительно по таймингам даже рассчитываю, да. И малого надо покормить, а то он теряется постоянно. Бывает, его упускаю из виду. Ну, давайте, бегите на меня. Мне буквально еще одного надо покормить, и все. Вот что этот блок означает? Он дорогой. Он, кстати, дорогой. И очень этот блок, я бы сказал, что безумно дорогой. Поэтому его стоит собирать, как минимум, еще из-за того, чтобы продать. Хотя, после того, что я вам показал, с вот этим разуплотнением, то вряд ли вы захотите собрать больше, чем 500 штук. Ну, опять же, я не буду это сильно обузить, эту штуку. Потому что так неинтересно будет играть. В этой игре, на самом деле, очень много дыр. Очень много. Вот можно там и... Мне там писали, и сейвы можно каким-то образом изменять. И еще что-то. И еще, короче, много всего. Все, насобирал я. Все это дело. Давайте вызывать потихоньку сюда корабль. А, подождите, какой корабль? Мне все равно к порталу бежать. Все равно к порталу бежать. Я даже не буду уже проверять, что там. Прощайте, чуваки, извините. Больше нет. Больше нет. Кстати, может быть, кому-то будет интересно, сколько штук нужно было на это кормление. Я накопал стак кобальта. А мне хватило буквально нескольких штучек. Как оказалось. То есть, достаточно там, по-моему, 270 или 260 у меня было. В общем, по одной штуке они едят этого кобальта и все. Вроде бы так. Может, ну, плюс-минус. Плюс-минус, там сильно не ошибетесь. 50 штук с собой берите, да и все. Этого хватит. Навижу, что стоят эти, но я за ними еще вернусь сюда, скорее всего. А вдруг можно еще что-нибудь будет подзаработать. А мы полетим обратно, сдадим квест, посмотрим, сколько ртути мне даст. У меня есть предположение, что, скорее всего, количество ртути может зависеть от количества вот этого кала, который я бы насобирал. Но это не точно. Не факт, что я прав в данной ситуации. Друзья, я только что заметил, что у меня была выключена игра по сети, поэтому я не знаю, как давно это я так сделал, даже не помню зачем. Видимо, прошлую серию я тоже с ней писал. Я только что ее включил, перезашел, и мне просто интересно даже сейчас посмотреть, как много людей играет на той планете, чтобы я, ну, хотя бы мог как-то вам показать. Это же тоже интересно. Там, по идее, людей валом, и там, наверное, такое месиво творится, но посмотрим. Может быть, это я себе что-то надумал уже. Во! Ну, понятно сразу все. Это уже совсем другое дело. Жалко только тень. Во, сколько людей. Вы посмотрите, сколько людей на самом деле в этом мире сейчас. А вон кто-то бегает. Много, много каких-то станций. А вон кто-то побежал. Во, ну так это совсем другое дело уже. Прикиньте, да, как много людей находится приблизительно в одно время на этом. Ну, давайте я поставлю что-нибудь. Что это такое? Я даже не знаю, ни разу не ставил. Станция связи, да? Это же станция связи? Вроде бы похоже. Ни разу не ставил. Станция связи. Введите свое сообщение. Вот так вот. Принять? Мало ли кто-то, может быть, ко мне подпишется. Хотя, чё-чё, я тупанул. У меня же русскоязычный канал, да? На станции связи. Ну, короче, ладно. Ладно. Кто-нибудь зайдет, может быть, кому-то интересно будет поставить лайкосик под этим видео, а мы погнали обратно. Вау, короче, отовсюду прям приветики мне до сих пор передаются. Прикольно, на самом деле. Вот это вот... Вот это интересно. Перезаправим взлетный ускоритель. И взлетим в космос. Поговорим с этим... Ну, сколько можно писать? Я уже оттуда ушел. Ну, прекрати. Остановитесь. Болтаем. Что ты нам скажешь? Тобой были накормлены многие живые существа. Давай же раскормим и наши исследовательские базы. Синхронизируй свои находки с базой данных аномалий. Пересылаем. Эхо восторженного Клюкота Пола разносится по кабине. Он говорит мне, что перевел на мой счет подарок, который я могу потратить на развлечение. Отлично. Он поспешил добавить, что исследователям никогда не помешают новые данные. Ну, отлично. Ну, сколько можно-то? А, нет, все, это осталось. Высадитесь на космическую аномалию, чтобы подключиться к ртутной торговой сети, обменивать ртуть на бла-бла-бла. А мне дали или не дали? Дали. Две тысячи ровно дали, кстати. Тоже и в этот раз. И, скорее всего, это количество совершенно никак не зависит от того, что я вот здесь накап... Что вот это, зачем оно... Не до конца мне понятно. Не до конца понятно. Ну, ладно. А на этом уже можно заканчивать. Спасибо большое, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео, оставляйте свои комментарии, пожелания. И увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok